Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами, как поступать дальше с выкопанным чесноком. В одной из предыдущих передач мы говорили с вами о признаках готовности чеснока к выкапыванию. После того, как вы выкопали чеснок, самой неудачной идеей является обрезка вот этой вот зеленой части. Это очень нехорошо. Почему? Потому что даже после того, как вы чесночок выкопали, происходит переток питательных веществ из надземной части вот сюда, вот в луковицу. Это вообще, в принципе, характерно для всех луковичных растений, будь то лук, репка или, например, тюльпаны. Поэтому после того, как вы выкопали чесночок, ни в коем случае не проводите никакой обрезки вот этой вот надземной части. Конечно, если она в высокой степени вдруг поражена переноспорозом, какими-то заболеваниями, то это такой крайний случай, когда стоит немножечко вот так вот до сих пор вот эти листики обрезать. Однако стебель вот эта должен оставаться все равно очень максимально длинным. Но эта обрезка лишь крайний случай, когда степень повреждений, например, переноспорозом, ржавчиной или другими заболеваниями, степени это больше, чем 60-70% поверхности листьев. Во всех остальных случаях оставьте, пожалуйста, вот этот чесночок в темном, прохладном месте, ну, скажем, уложите это все в коробку, уложите все это какими-то двумя-тремя слоями, но не больше, и оставьте где-то в сарае, на веранде, ну, так, чтобы прямые солнечные лучи сюда не попадали, и дайте ему спокойно высохнуть. Почему это важно? Во-первых, здесь должна сформироваться вот эта вот поверхностная чешуя. Именно она будет обеспечивать хорошее хранение вашего чеснока. Вот этих кроющих чешуй здесь ровно столько, сколько у вас было листьев. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять листиков, и девять кроющих чешуй здесь и будет. Надо сказать, что вот один слой кроющей чешуи здесь уже отгнил в земле в процессе созревания вот этой вот луковицы, ее налива. Однако максимальное сохранение всех остальных является очень важной задачей, которая обеспечит и хранение, и высокое качество посадочного материала, который должен у нас дожить до начала или середины сентября. В зависимости от тех погодных условий, которые у нас будут осенью, когда мы этот чеснок будем разбирать на зубки. Поэтому храним его в сухом, прохладном месте, слоем в две, два, три слоя, не больше, для того, чтобы вот эта вот часть полностью высохла, сделалась такого соломенного цвета. Между прочим, за вот этот период дозаривания, высыхания чесночка, масса его, вот масса этой луковицы, размер уже не увеличится. Но масса луковицы может увеличиться до 20% за счет вот такого плавного перетекания питательных веществ из листьев в луковицу. Поэтому не игнорируйте этот способ. Даже если вы убираете чеснок из очень-очень влажной почвы, все равно его просушивать необходимо обязательно с ботвой. То же самое касается и лука репки. Следуйте этому совету и всегда будете долго-долго со своим чесноком. На этом я прощаюсь с вами. До новой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok